Всем привет, друзья! С вами Дима, Андрей и Максим. Итак, мы ждали этого долга, и вот, наконец-то, и свершилось. Мы будем запускать новый турнир. Превьюшку вы к нему видели ранее на канале, но сегодня у нас самое интересное – это жеребьевка. 8 пацанов, 8 участников, 8 команд и 8 топовых футболистов, которые мы сегодня будем распределять. Дима сегодня у нас будет распределять участников по турнирной сетке, я буду распределять клубы, которые будут, участники за них, играть, а Максим будет распределять футболистов, которые могут попасться любому из участников. Итак, ну что же, без прелюдий сразу начинаем. Итак, сейчас Дима будет не глядя, просто вот одну бумажку. Туда шло. Не будем подкрыть. Красиво, если надо. Достаю. Первую бумажку. Я. Итак, это Ярослав, точнее я, да. Итак, участник это под номером один, поэтому он сыграет в первом матче, и он будет играть дома. Итак, за какой клуб он сыграет. Так, вот этот клуб. И это Московский Спартак, друзья. То есть вот так вот сразу уже получается, и сейчас вот Максим будет доставать футболиста. И это Серхио Рамос, то есть неплохо. Защитка есть, если что, в Спартаке нормальное направление. Какая проблема. Да, ну давайте сейчас Дима достанет человек, который будет с ним играть уже в первом же матче. Его соперник. Итак, с кем он будет играть? Матвей. Матвей. Я уже думал, это Матвей показывать. Матвей. Матвей. Да, Матвей будет играть. Итак, нормально, я уже думал, это Максим. Да нет, это Матвей. Так. Ну и сейчас за какой клуб будет играть Матвей? Я в камеру смотрю. Главное, главное не забавить, что надо не себя обнимать. Косить. Итак, берем вот эту. ЦСКА. ЦСКА. Сразу такое московское дерби уже в одной четвертой будет. Так что и Максим сейчас достает игрока, который появится у Матвея в команде ЦСКА. ЦСКА. И Неймар ЦСКА нормально, нападение уже хорошее такое появилось. Итак, первую пару мы определили, это Ярославка, который сыграет против Матвея. Сразу же дерби в Сеарусе. Ну и давайте теперь уже определимся следующим участником и со следующей парой. Так, Дима, давай. Итак, следующий участник. у дима да сразу же я я дима теперь за какой клуб он играет потому что здесь еще есть и топовый клуб но и также еще и это рубин ну неплохая команда не мог я скажу я был в Казани стадион потрясающий так что и давайте теперь кто будет играть в рубине под руководством Димы Роналду Криштиану Роналду в рубине но я думаю Диме это как бы плющиком идет досталась не очень хорошая команда но зато Криштиану Роналду лучше пока что мы все работаем все нормально и так Дима теперь доставит себе уже соперника и так моим соперником причем что мы еще можем с Максимом против Димы сыграть потому что мы еще там остались и так моим соперником будет Максим вот так вот сразу но Максим да Максим а я припомню так здесь осталось еще Динамо Краснодар Ростов но осталось еще Зенит и Локомотив если все правильно так что меньше слов больше не так за кого сыграть я хочу тоже за Зенит сыграть это футболинг клуб Ростов и так Ростов то есть у нас так сказать дерби Спартак ЦСКА ну и теперь вот уже попались не две топовые команды и теперь давай Максим а сейчас Месси в Ростов поедет твоим руководством ну а что это будет отлично противостояние Роналду и Месси да Рубин Ростов Ахазар Эден Азар и так ну я думаю это неплохо да у него Роналду у него какой-то Азар ну это тоже левый фланг у тебя хороший будет и так давайте теперь с двумя парами мы уже определились осталось еще две то есть уже половина жеребовки пройдено и теперь Дима достает уже получается пятого участника Волочка я не хочу с Вовой честно говорю Вова безобидно просто вот охота дальше против турнира хотелось бы мне свято так там сейчас Волочка будет так Сергей Сергей Сереге можно сыграть Серега просто хотят со святым сыграть там Серег бы я забыл прости а кто еще там я забыл кто еще тебя а я еще даже с собой будешь я себя забыл так и так за какой клуб будет играть Серега вот эту бумагу берем Динамо это Динамо конечно конечно не Барнауто но да ноги теперь кто попадет в московское Динамо вот сейчас сто процентов там эфире или месси я тоже хочу Месси Это Тони Кросс. Кросс в Динамо, это хорошая полузащита, тем более у Динамо особенно ее нету. Ну и теперь давайте определимся с соперником Сереги. Итак, Дима. Достаем соперника Сереги. Да, и там волочек. Итак, Дима, да, где? Все? Да, все, волочек. Итак, достаем. Маму, я с детством играю! Владимир. Вова, ты будешь играть с Серегой. И теперь мы узнаем, какой тебе клуб попадется. Тут еще есть Локомотив, Краснодар и Зенит. Я же говорю, волочек. Со Святом, Свят. Я тебя люблю. Краснодар, то есть все, Вове попадается. Нету. Да, что? Получается, Серега будет играть с Вовой, которому попался Краснодар. Краснодар. Краснодар, сейчас кто попадется? Блин, там еще Месси тебе может попасть. Там Месси. Да, это вообще Зенит с Месси. Это муа. Итак, внимание. Месси. О, Вова. То есть он любитель вообще испанкового футбола, но тут ему попадается Месси. Поэтому тебе просто. Итак, мы, естественно, уже понимаем, что здесь осталось Свят и я. Поэтому сейчас мы узнаем, кто будет играть в домашний первый матч. Итак. И смотрим. Так, Свят. Святослав. Святослав. Святослав, ты будешь играть дома против меня. Итак. Ну, сейчас мы узнаем. Святослав. Сюда. Да, в голубую, видите? Поехали. Давайте все. Свято, да, Зенит сейчас будет. Локомотив. Свято попадается. Локомотив. Да тут все пакушовано, я все знаю. Как вы, друзья, понимаете, по логике Андрея достается Зенит. Отлично. Локомотив. Ну и сейчас. Соломы. Давайте посмотрим. Логичникам Депокруск. Неймар. Так, значит, здесь Де Хея остается. И Нейси свой. Нет, Шумис уже. А, да. Кто еще? Де Хея получается. А, еще кто? Де Хея и... Сейчас мы, в общем, узнаем, наверное. Так, Дебрюйня, вот. Дебрюйня остается еще. И Свято попадает в локомотив Давид Де Хея. Да. Вот, Давид Де Хея. Ну и давайте уже, чтобы все было как бы по-честному. Мы добьем все-таки эту жеребьевку и досмотрим. Итак. Кто же у нас остался, интересно? Кто же? Итак, это Андрей. Вот так вот создали турнир, но я... Ну, естественно, последняя бумажка. Мне попадается Зенит и Максим сейчас добивает. И там у нас получается, как мы посчитали, это Дебрюйня. Чего ты так долго мешаешь, давай, Брюй? А, ну, сложный выбор. А, сложный, да, воздух или бумажка? Да. Итак, я выбираю воздух. Все, Дебрюйня. Итак, в общем... О, все, жеребьевка закончилась. Жеребьевка закончена, да. И давайте... Порвем Месси. Не надо, я тебе твою Роналду сейчас пору. Я, Попрюмя, я владелец, Роналду. Да. Итак, давайте еще раз обговорим. Первый матч, дерби, двух столиц. Да не трогай ты моего Месси. Да он не твой. Я себе обрела положу. Баларус, он твой. Месси, давай. Итак, для вас мы сейчас закончим жеребьевку. Я для вас все там озвучу. Кто, даже с кем, может сыграть уже и в полуфинале. Все подтусовано. Да, так что... Он вытянул сам себе Зенит. Явно, что-то нечисто. Конечно. Ты вытянул себе Азара. Вообще нечисто. Да, копей. Я хотела уже быть. Да, блин, ну, блин, Зенит. А мне какой-то рост стал вообще. Дима стоит и не нает. У него Рубин. Он не воротал, да, блин. Ну, в общем, все, друзья. С вами был Андрей Хорев, Максим Миленков и Дима Брюненков. А что ты за нас говоришь? Хотите, сами скажите. Давайте я потом вырежу. С вами был Андрей Хорев, Дима Брюненков и Максим Миленков. И канал Футбол Атажин. Ссылочки на всех нас есть в описании. До новых встреч, друзья. До свидания. Все, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok